люди всем привет из сочи сегодня ночи 24 апреля уже 15 минут 2 время я только что пришел из фон быта поздравляю всех кто ставил вместе со мной сейчас покажу вам ставки что мой конспект который я сегодня составлял и вы можете его почитать но кто не смотрел мои видео сегодняшние просто еще раз я вам говорю что это не фейк это на самом деле все как бы я ставил и так предварительный итог на сегодняшних ставок у нас из 8 ставок 6 зашло 8 делим на 6 получается 1.33 соответственно средний коэффициент наших ставок должен быть выше чем 1.33 я почитал там если брать вот эти коэффициенты да у нас смотрите сегодня зашел тоттенхэм сухая победа коэффициент двойка барселона сухая победа коэффициент около двойки победа лейпцига коэффициент был 1.50 аякс витас фора 2 на витас и для это для экспресса а для ординары предлагал обе забьют за 1.60 4.2 и фора зашла возврат и обе забьют также альгерис я предлагал я сначала озвучил в ролике что больше ну там 8 фора 8 на жальгерис но пришел фонбет поставил экспресс я тут же выложил тут же честно выложил что я поставил фора плюс 11 они проиграли девять очков причем жальгерис выигрывал в третьей четверти и под конец просто перестал забивать штрафные не забивал двушки не забил вообще уже вообще ничего не вообще не залетал ничего а у фенербахче пошли трешки и тем не менее фора плюс 11 у нас зашла вот будьте осторожны крайне осторожно то есть ставьте вот лучше подвиньтесь там не возьмите 1.50 возьмите 1.30 если это экспресс и баскетбол вообще поменьше непредсказуемый вид спорта так валидолит жирона что я предлагал сегодня двойной шанс на валидолит и тотал меньше три с половиной для экспресса мисс мисс 400 ну где-то там давали наверно 1 и 6 скорее всего за такую ставку то есть опять же намного выше чем 133 маль закончился со счетом 1-0 валидолит победил так и у нас не зашло с вами давали два результата это вот for south гемптон смотрите что вот но конспект можете вы я же вам выложил да у меня было написано победа вот форда или тотал больше двух матча закончился со счетом 11 редкий случай для англии обе забили и ничья но ты играю англия как всегда она не заходит вот я ее вам выкладываю потому что людям интересно хотите берите хотите не берите 11 то есть по тотал возврат но отфорд не победил ну конечно мы еще на кубок играть и не зашел люцерн тун кубок швейцарии больше двух за 135 или обе забьют не то не то не зашло 0-1 тун победил вот ну понимаете вот чемпионат швейцарь это одно кубок это другое кубок вообще отдельные соревнования и так у нас я сегодня еще выкладывал экспресс где значит было три события же альгерис фор 11 она зашла липциг больше одного зашел и завтра третье событие в матче вердер баварь должно быть если два гола то у нас заходит коэффициент с общим экспресс общим коэффициентом 181 нечто нормальный экспресс так теперь давайте считать у нас сегодня из 8 стала взошло 6 это примерно 75 процентов до если не ошибаюсь у кого хорошо с математикой так это ну да 6 и 8 это получается три четверти три четверти от 80 делим значит получается 75 ну вот видите у нас 75 процентов за заходит ну чего мало что ли 75 процентов я считаю шикарно у кого еще заходит 75 процентов я каждый день выкладываю по по 5 по 6 по 7 прогнозов и практически вот такой процент ставок заходит некоторые мне упрекают том что я беру низкий коэффициент и я вчера ответил на этот вопрос объяснил что если вы вам кажется что коэффициент низкий но вы хотите больше заработать и вы просто поставьте большую сумму вот и все я играю так как я хочу понимаете вот вы можете ставить можете не ставить сегодня опять люди прислали денег кто-то еще не выбрал ребят спасибо большое огромное вот на самом деле очень благодарен вот вы даже не представляете себе как мне вот меня это вдохновляет на самом деле я понимаю что я работаю не зря вот мне некоторые говорят что продаю воздух ребят я продаю не воздух я продаю своем таскать интеллектуальный продукт я считаю что мои прогнозы это высоко интеллектуальный продукт который сочетает в себе такие качества то есть требуется человеку до каперу как наверно все таки очки одену надену все-таки в очках я как-то помоложе выгляжу чтобы давать нормальные прогнозы вот такие более-менее нужно помимо того что у меня возраст достаточно только преклонный по мне почти 55 лет у меня огромный стаж болельщика то есть я 48 лет смотрю все виды спорта практически ничего не пропускаю даже художественную гимнастику смотрю там очень красивые девчонки вот поэтому здесь нужно такие качества как аналитика математика статистика логика и психология вот психологии мне не хватает честно скажу я бы я боюсь ставить большие суммы честно скажу я боюсь ставить большие суммы вот но все остальное как бы у меня есть значит завтра будут еще прогноза почему я записываю ночью я всегда был как бы если вы заметили уже несколько дней подряд после каких-то интересных матчей я подвожу итоги результаты что зашло что не зашло вот я наверное буду это и дальше так делать и вы к этому тоже привыкайте потому что надо делать работу над ошибками вот у кого что сегодня не зашло посмотрите внимательно что в чем вы ошиблись да вот я могу сказать сегодня почему у нас не зашло два события не зашла англия как всегда одно событие тоттенхэм у нас в полс на последней минуте фантастический удар издалека 1-0 тоттенхэм выиграл как мы и предсказывали не просто победу а сухую победу это дорогого стоит барселона во втором тайме только у нас вот почему не зашел уотфорд ну ладно английский клуб до саутгемптону тоже нужные очки там они отдаются за это вот ладно хорошо люцерн тун объясню почему не зашел кубковые турниры вообще надо брать поменьше тем более такой экзотический как кубок швейцарии потому что вот я честно говоря вот кубок швейцарии вообще пирож жизни взял видеть и проиграл потому что это я перепутал то есть чемпионат швейцарии это одно кубок швейцарии это немножко другое там надо знать команды надо знать в общем всю подоплеку все подноготную там кто с кем спит у кого там любовница у тренера кто значит жена и так далее и тому подобное вот я этих всех вещей не знаю поэтому пальцем в небо получилось вот так вот значит вывод такой работа над ошибками поменьше берем англию вообще очень непредсказуемая я буду озвучивать свои прогнозы на англию но я никому не рекомендую их брать потому что но мне просто интересно на самом деле угадание угадаю вот представьте сегодня из двух матчей англии мы угадали один с коэффициентом двойка то есть по итогам двух матчей у нас получается с вами возврат вот я сейчас сидел читал на калькуляторе сколько примерно зашло по деньгам получается с 8 ставок вот если 8 ставок взять по 100 рублей да то где-то около 1000 плюсом то есть 800 поставили 1000 у нас на выходе и это мы всего лишь сами две проиграли вот если я не ошибаюсь вот напишите кто сколько ставил да и кто сколько выиграл вот я буду знать только кто кто много кто мне должен деньги так еще что я хотел сказать наш футбол российский он конечно развивается матч краснодара зенит я не смотрел потому что я сидел в бенгобуме и наблюдал матч ювентус фиорентина я поставил на ювентус на победу по счете 1 1 мне нужно было отыграться я отыгрался и в бенгобуме там беда с телевизором там есть огромный экран я там чемпионат мира смотрел вот и там его сейчас убрали в общем один телевизор работает очень неудобно в этом смысле но у меня там все заходит понимаете в лиге ставок у меня все заходит в бит сити все заходит прихожу фонбет не заходит вы меня спросите почему я сижу фонбете фонбете хорошая статистика удобный интерфейс значит программы всей я как бы там привык и самое главное там можно продавать ставки с одной стороны это хорошо с другой стороны это плохо я например сегодня не дождался фор два три с половиной меня стояла на витес при счете 4 0 я решил продать свою ставку но тут судья посмотрел от меня угол счет был 3 0 мне что-то как-то вот стало страшно вот опять же психология я продал свою эту фору и соседу говорю андрей в этом матче еще будет два гола это точно не то что я хвастаюсь могут тоже забивать витес 3 1 потом забивает аякс 4 1 и витес еще один забывает 42 но насчет голландии мы будем с вами прогноз дальше делать прогнозы это очень интересный довольно таки прогнозируемые не трудно прогнозировать что там будет в голландии скорее всего вот так вот будем делать некоторые ставки с вами так хочу меня еще сегодня хотел поговорить люди с удовольствием подписываться на мой канал фонбете с кем не поговорю вот у меня канал да да конечно да все тут тут же подписываться тут же там начиная делать ставки вот познакомился с двумя девчонками приехали не из четы в общем-то и фантастическое везение у девочки было вот что не поставят они заходят заходят заходит заходит вот я говорю бери вот это ставь вот это вот начинал по моему кубок и германии там липциг еще кто-то начинал вот она меня не послушалась и под конец она проиграла игру за что-то говорю домой хочет а я все проиграл вот но я не знаю сколько там все это может быть 300 рублей есть другой случай вот у меня тоже девочка знакомая сейчас я помогаю фрибет в субботу я составил он зашел зовут ее катя она наверное смотрит по катя привет тебе твоей маме мама у нее из норильска моя землячка вот значит пришли с катей в лигу ставок положили карточку фрибет зашел она да счастливая довольная коэффициент был 389 я его показывал у меня он тоже зашел сегодня составили новый экспресс там уже половина зашел то есть жальгерис зашел валидолит зашел лепцик зашел и четвертое событие наверное бавария завтра вот поэтому что я вам хочу сказать и поменьше смотрите другие каналы я не рекламирую никакую фирму не какую контору я буду продолжать пока что выкладывать пока мне это интересно пока это не приносит удовольствие я буду выкладывать прогнозы пока они будут заходить вот если будет какой-то сбой программ у меня в голове может быть они перестанут заходить но это вряд ли потому что все таки прогнозы у меня действительно очень осторожны экспрессы очень осторожны вот и я всегда даю выбор я всегда говорю людям что вот смотрите в этом матче может быть два три события да вы выбираете любое событие которое вам по душе потому что одно событие весит 1.30 другое 1.60 третье вообще два весят я же не знаю в вашей стратегии игровой и поэтому вам очень удобно я не навязываю совменье а предлагаю вам выбор в отличие от других каналов где практически все прогнозисты так называемые да помогают вам сливать деньги это как правило молодые люди около 25 лет которые у которых очень мало так сказать стажа болельщинского практически никакого вообще нет которые там ну просто хотят в интернете зарабатывать деньги да я как бы не в интернете зарабатывать деньги да вот я зарабатываю на том что мне присылают люди которые делятся спасибо им спасибо вам поэтому поэтому поменьше смотрите и прогнозистов так называемых вот я иногда их смотрю я не буду скрывать отрицать и могу сказать следующее что иногда они мне даже мешают у меня например сложилось какое-то мнение об определенном матче и я уже сформировал ставку да в голове что я буду ставить потом я начинаю смотреть сравнивать меня немножко сбивает смысле и они корректируют мою вот эту вот ставку и она в итоге я иду ставлю и она не заходит вот а иногда наоборот бывает иногда бывает что значит я где-то может быть ошибался заблуждался кого-то там послушал вот и значит и она зашла там кого-то подкорректировал например более осторожно вот я вам буду немножко рассказывать по по своему опыту по теории да что я предлагаю как играть вот вы хотите слушать и хотите не слушайте вот но большая просьба если ребята выиграли не жмитесь там полтинник это тут мне прислали 100 рублей например да спасибо огромное но мне не то чтобы деньги мне просто приятно что на благодарность понимаете вот я что я не зря работу да вот поэтому присылайте да не стесняйтесь в этом нет ничего такого и вы понимаете что это движение денег то есть чем но чем больше вы делитесь тем больше вы получаете вот и все выпал на самом деле вы получите больше чем вы хотели бы да вот потому что вот ну я разговариваю с людьми ему им как бы очень интересно меня послушать там до фанбете там что мы что я говорю там поэтому поэтому я буду и дальше делать прогнозы они будут очень интересны они будут ходить заходить с вероятностью 75 80 процентов мы будем конечно стремиться к максимуму вот но осторожно будем стремиться осторожно кто хочет разбогатеть быстро да сразу скажу что мой канал не для вас если вы хотите быстро разбогатеть открывайте канал мурада атаева значит семейный прогноз айнур чека можно вот и войнура 150 160 коэффициенты у мурада таева коэффициент двойка то есть вы быстро там наверно все проиграете вот я как-то взял семейный прогноз 8 прогнозов я взял они у меня все зашли это был полтора года назад я следующий на следующий раз взял из 8 зашло по моему 5 ну так как коэффициент был полтора то есть я был в минусе поэтому и тем более не покупайте ни у кого прогнозы я знаю что сейчас очень много развелось аферистов которые в разных там соцсетях создать группы и платная подписка и продают прогнозы прогнозы стоят недешево вот что я хочу рассказать на этот счет каждый зарабатывает так как хочет да я ничего не продаю вот я ни на кого не работаю я веду там которые какие-то на поэтому и прогнозы ничего не стоят но вы можете на них заработать деньги и для того чтобы составить прогноз например на несколько матчей но я трачу скажем минимум один час минимум один час это я трачу вот и в плотный день типа суббота я трачу два часа на анализ к чему я веду значит вам не нужно ничего анализировать вами нужно тратить время на анализ вы просто открывать и ютюб находите мой канал включайте мои новые видео которые выходят каждый день по нескольку и просто меня слушайте и и подписывайтесь ставите лайки и рассылайте друзьям вот пока меня еще нет соцсетях пока руки не дошли потому что много других забот хлопот в сочи то квартиру надо сдать поехать еще там заплатить за электричество то еще что-то да но постепенно я буду соцсетях значит развиваться в двуноклассники что-то меня не пускают не знаю почему не могу там порой не подходит в общем с этим делом беда то есть мне нужно видимо перерегистрироваться во всех соцсетях под другим ником и создавать уже новые как бы новый продукт новый контент под новой вывеской да чтобы это так сказать произвести ребрендинг потому что старые мои все страницы они были такие носили личностный такой характер кто и что и там вот но если кому-то интересно кто и что и я мастер спорта по армлифтингу победитель кубка восточной европы видно это громкое название но это на самом деле коммерческий турнир который выгнал три года назад москве в категории после сорока лет до 90 килограмм я поднял в двух движениях армлифтинг я поднял 73 килограмма одной рукой двумя руками аксель аполлон и поднял 130 первое место и вот хотя мне было уже 51 год на тот момент то есть я мог выступать в категории после 50 то есть но я после сорока занят не к тому что я там хвастаюсь да но я просто говорю что я реальный действующий спортсмен я потомственный спортсмен у меня отец занимался штангой мы дядя были все спортсмены было два мастера спорта в нашей семье то есть это все идет оттуда но если прям кто-то до конца досмотрит в плане творчества я тоже достаточно интересуюсь творчеством я написал и издал четыре книги они есть библиотеках в центральных самых крупных 16 библиотек кому интересно я отвечу в комментариях как называются книги их можно взять и почитать были они в интернете их читали сейчас я буду их в литры в тресе тоже за деньги естественно размещать три года назад у меня почему-то это не получилось мои книги в два раза я посылал там все они с книжными кодами официально все издано они почему-то их не не хотят брать вот как вы знаете какие-то препоны на моем пути постоянно то интернет не работает то сайт зависает то еще какая-то фигня то книги не принимают вот но вот этими вещами я буду заниматься просто я не в плане хвостовства повторюсь а просто для того чтобы вы не понимали кто значит сидит перед вами когда вы включаете youtube да кто что что за человек не просто там какой-то там прочитал газету и горит вот там эти победят там 2-0 да вот помимо этого я написал два киносценария это тоже был три года назад вот с этой целью я поехал в москву там выиграть соревнования и значит два киносценария оказались они никому не нужны потому что достучаться до михалкова значит шахназарова угольникова не представилось возможным потому что везде поднимают трубку их секретарем это как правило молодые девушки наверное красивые по телефону я их не видел вот и значит все это по интернету потом посылается и ответ очень простой то есть нам эти сценарии не подходят но если опять же кому-то интересно сценарий следующий песниры ансамбль про владимира мулявина две серии и второе киносценарий это четырехсерийный фильм который рабочее названием самолет родина о подвиге на советских летчиц в тридцать восемь году которые полетели на дальний восток на вот этом самолете который назывался родином вот четыре серии значит грязодубова осипенко роскова то есть их фамилиями названы улицы по всей стране стране да вот что интересно две из трех были украинками вот грязодубова она была с харькова вот самое интересное когда я учился в первом классе в город алмах это на лист до грязодубова к нам валентина грязодубова помда она приезжала к нам в школу на 9 мая ну там около 9 мая и была такая встреча я хорошо помню это такая была полноватая тетка очень очень добрая у нее звезда герой был на лацкане в такой пиджаке она была я помню под набрался смелости подошел к ней и говорю тетенька это настоящее золото награда мальчик настоящее говоря можно потрогать она она горит потрогай вот я потрогал золотую звезду героя на груди валентины и грязодубы великой женщины по-моему она даже похоронена у кривлевской стены если не ошибаюсь а осипенко полина осипенко ее имя носил даже город мариуполь вот он был потом жданов его назвали там по моему да вот так вот вот такие ребят интересные вещи да в моей голове а все в итоге закончилось тем что я сейчас нашел себя так как я никому не нужен как писатель как сценарист я нашел себя вот в этих ставках потому что это тоже очень большой простор для творчества мне интересно этим заниматься очень много информации она постоянно обновляется и это бесконечная тема понимаете просто постоянно идут виды спорта какие-то один сменять другой идут какие-то накладки но в общем и целом во всей этой неразберихи я попробую разобраться вот как говорил комедий клуб как разобраться неразберихи и как не запутаться в путанице да вот мы с вами как раз этим и будем заниматься я буду стараться выстраивать правильные экспрессы давать максимально правильные осторожные ставки и избегать рисков главное что наша с вами задача это не проиграть деньги главное это не слить банк вот тот кто переживает что сегодня там поставил по 100 рублей на восемь ставок и выиграл всего лишь тысячу ребят не переживайте вы поймите что с 800 рублей заработать значит тысячу да то есть 200 сверху это больше 20 процентов это 25 процентов да там ну сколько получается ну 20 процентов 20 процентов в день представляете но вы положите деньги сберкассу и придите через год у вас будет там 7 процентов а вы за день день заработали 20 процентов вот я понимаю что миллионами никто не ставит но всему свое время если вы хотите профессионально дальше играть вы должны развиваться вместе со мной медленно медленно очень медленно каждый день ступенька за ступенькой если хотите давайте попробуем набрать лесенку вот я сегодня озвучил такой значит эксперимент что если каждый день ставить экспрессы с двух событий с общим коэффициентом двойка и каждый день переставлять то вот в арифметической прогрессии на десятая ставка будет равняться миллиону но чтобы этот миллион выиграть у вы последний раз должны занести в кассу фон бета 500 тысяч условно или в лигу ставок понимаете у вас когда вы с 1000 поднялись до 500 вы тысяч вы эти 500 тысяч отнесете в контор я с я сильно сомневаюсь вот но эксперимент такой он имеет право на жизнь мурат атаев проводил но на второй ступеньке он споткнулся я с ним тоже споткнулся вот но не говорит как отыгрываться а я рассказываю как отыгрываться например у кого смотрите сегодня не зашел отфорд с ангемтом ставка победа отфорда давайте возьмем рискнем значит взять победу отфорда в следующем матче пока она не зайдет у отфорда еще там четыре матча впереди и кубковая игра с манчестер сити вот я думаю что с манчестер сити у отфорда большие шансы вполне может обыграть это долбаный манчестер сити терпеть не могу эту команду кстати обрамычу принадлежит кто не знает челси это район лондона это такой традиционный еврейский район лондон вообще достаточно такой там очень сильная еврейская диаспора как отыграться за поражение на ставке люцерн тун очень просто выбираем или тун или люцерн и ставим опять эту же ставку тотал больше двух обе забьют за 1 65 вот и все прям берете вот и ставите например вы поставили 100 рублей на этот матч и вы их проиграли следующем матче в котором будет играть тун ставите эту же ставку обе забьют я не знаю с кем там будет играть но чтобы у вас на выходе вы вернули вот эти ваши 100 рублей то есть вам нужно будет поставить примерно 150 рублей и если вы выиграете то вы вернете стольник правильно я говорю да но где-то так боюсь ошибиться на ходу там не могу сообразить но вы исходите из того что люцерн в этом матче не забил но вряд ли он два матча подряд сыграть на ноль забивная команда я бы наверное все таки посмотрел на люцерн и может бы туда груза но я не знаю с кем они будут играть но я просто вам расскажу сам принцип сам механизм то есть это как бы беспроигрышная система но в чем опасность вы можете забыть про этот стульник в принципе вы сегодня в плюсе если вы все мои ставки поставили вы в плюсе вам не нужно отыгрываться не нужно вы в плюсе если же вы будете ловить вот этот вот ставку обе забьют с достаточно низким коэффициентом 165 вам нужно каждую последующую ставку повышать намного повышать для того чтобы отыграться потому что если представьте вас старая не зашла 3 зашла вы стоите не зашла мы